Подели, дели, дели Цену по четвертям подели Не откладывай сразу, купи Подели, дели, дели С Подели от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены И платите без переплат равными частями Выбирайте магазины на подели.ру А где моя найда? А где булька? Здесь джина, пчелка, выходите Джина, пчелка, булька, найда Э, лодыри, выходим, выходим Вот, потягушечки, молодец Найда, найда, быстрее Спят, не прийти Доброе утро, друзья Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу Я вот сейчас увидел тут лед И мне кое-что пришло сразу в голову Это значит, что уже грибы в этом году расти не будут Новые это точно Которые выросли Их еще можно найти Еще с ними ничего не будет Они там где-то под бугорками Поэтому, наверное, надо ехать за грибами Последними грибами Последний раз в этом году Наверное, так Когда-то мы были в Астрахани На рыбалке И я, Валя, такая Давай еще на день-два останемся Ай, надо ехать, поехали домой И я уже в дороге еду И думаю, блин, что я не уехал вообще Чего мы поехали домой Дома, я до сих пор жрею И так вот сейчас Если мы не сходим за грибами Я же потом буду долго жреть Да? Да? Да Поехали за рыжиками Насобираем рыжиков А потом будем всю зиму кушать Я их закатаю Можно еще засолить немножко Да? Давайте начнем сегодняшний день Сбора грибов Пока они не замерзли Не превратились в сосульки Друзья, все У нас в курятнике Сейчас ночует ровно 10 курочек Та десятая, которая сидела на яйцах Мы нажали гнездо Было всего лишь там 3 яичка Мы их разбили И ее посадили ко всем курам Она быстро привыкла Надеюсь, больше мы кур не найдем Все, 10 курочек Видел комментарий Типа, чего вы всех распродали Зачем вам Я уже говорил об этом сто раз Что с 10 курочек У нас весной опять станет 100 А нам столько не надо Нам 10 яиц на семью Во! Сейчас осень Сейчас пока, конечно, слабы несутся Но если включать свет То, ну, сейчас где-то 2-3 яичка А летом они несут по 10 яиц в день Вот, кстати, вот так Она немножко еще что-то разговаривает Это она сидела на яйцах Которая ближе к петуху К цветному Выходи Как она левой ногой задней ступает Копы-то отросли Применем с грибов Надо будет обязательно белки Копы-то обрезать Джинка, пчелка Кто там? Выпускаем Копы-то обрезать Копы-то обрезать Это удачен Копы-то обрезать Снег ну что поехали поехали если первый гриб рыжик значит наберем должны а там масленок 2 масленок сразу целенький видишь кто-то не знает что они съедобные точно смотри расковыряли и не взяли и вот там много друзья вот вот этого еще не расковыряли да это получается кто-то приехал за зеленками с под зеленками и не врубается что их можно брать смотрите поковырял их выковырял и оставил до их не просто видите просто их был бы полугорки пооткрывал и не взял кто-то сюда просто приезжает за зеленками а эти думаю так какие-то несъедобные какие-то поганки сидят это вкуснейший гриб лучше чем боровик сушь тут нас поперло мы еще не успели от машины отойти сезон сезон попали мы на него наконец-то закатаю много будем кушать опа и зеленочки есть вот кто-то их ищет под бугорками конечно то что зеленка съедобно это все знают вот еще какие слушайте у нас сегодня будет корзина рыжа зеленая что во какие вот ох мы сегодня и хорошо попали а вы посмотрите что творится давно такого не было просто садишься и рвешь и рвешь и рвешь и рвешь и рвешь вот так вот 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 еще еще и еще и обратно вот это да похож на бабку но снизу такое желтое желтое мы такие не кушаем вот еще еще я думаю что он съедобный я с диме их покажу и скажу видишь сколько я бабок нашла очень бабки мне уже неинтересно бабки надо было летом собирать так это не бабки в а что это маховики ты че ты че это маховики ты хоть понимаешь или нет конечно понимаю смотри у меня сколько рыжиков сколько зеленых ой ну и мне меньше у меня зато маховики видишь вот еще один стоит слышишь я тебе скажу что маховики берут они но они же съедобные да точно такой же как и польский да 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 завидность маховика просто нам не до них сегодня а по вторым мухомор будет нет нет я сегодня еще не видел ни одного червивого рыжика да они все целенькие и зеленки все целые ох она закатывая уже так бронируем с третьего на четвертого номер люкс на троих да вы у нас уже раньше были? не ни разу не были хорошо все тогда ждем да? минуточку еще не забронировали хорошо 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 спасибо хорошо спасибо большое все до свидания фу друзья короче мы хоть сейчас и в грибах но голова сейчас работает как сделать сюрприз Ване сыну получается о уже ссылку высылают получается 3 ноября ему 17 лет а что ему подарить на 17 лет? мы ему каждый день что-то даем что-то дарим последний раз когда дали говорю это тебе рожде рождение он такой он как бы да он спасибо а сам а Вале ну мне не говорит он мне не жалуется а Вале такой вот у меня был бомбет новый а то говорит этот то говорит то не заводится то бензин закачивается вот хочу такой какой лимиткой электрический и все а мне ни разу об этом не сказал и я ему эту тему никогда не заводил поэтому будем дальше делать слепую играть скажем что 3 числа после учебы мы тебя забираем едем в аквапарк все в аквапарк Лебяжи в Минске это самый большой в Беларуси аквапарк там если бронируешь номер то включены сразу же безлимитные там все горки и мы эти горки все будем испытывать а потом скажу все день прожидения прошло Ванюшка поехали домой назад на Брест ну и по дороге на Брест мы заскакиваем в магазин где продаются электроскутера ну и там что там дальше говорим ну и посмотрим на его реакцию что он будет делать и посмотрим он же все равно не будет просить ну наверное купим ему электроскутер но он мечтает да он этот заводит заводит он не заводится так ну да после зимы вообще плохо заводится короче так ну что давайте собираем дальше грибы Ваня полный сюрприз ему он вообще на эти выходные он я уже звоню деду он собрался к деду там огород что-то там перепахивать я уже звоню деду еще Ваня пока не знает даже что мы едем я говорю будем поедем мы Ваня на день рождения мы поедем в акварку он говорит папа уже говорит сам будешь мне огород копать я говорю хорошо сам буду ну в общем должен быть сюрприз друзья делаем сюрприз один и тот же гриб а вот это ложный ложный ложная подзеленка совсем не похоже вроде бы оттенок другой ну снизу темный такой можно и отравиться а вот это скорее всего наверное не знаю боровик не знаю как можно в ноябре боровика найти но скорее всего это он уже у всех снег лежит а у нас что белый что ли еще и такой маленький молоденький белый да белый белый друзья смотрите ноябрьский маленький молодой белый ну-ка я тебя чуть-чуть подрежем целенький все как положено тебе повезло целый я не нашла белого ай первый белый друзья но все равно мысли уже у меня не здесь мы уже мы пока собираем грибы я сделал где-то около 30 звонков уже но сначала позвонили вальному ваниному крест крестному говорим он туризмом занимается в беларусь приезжают туристы вот с россии с россии даже вот я говорю в аквапарк лебяжий он говорит там можно гостиницу взять сразу при гостинице если гостиница то это бесплатно то есть безлимит в аквапарк все сначала ему потом в гостиницу потом там ага мопеджишь мопед где взять мопед позвонили илье медько илья медько вот говорит я был там где свой покупал меня знают илья медько позвонил тем тем в тот магазин потом мы позвонили в тот магазин мы от ильи медько мы привезли вы привезем сына только вы ему ничего не говорите что покупка будет состоится стопроцентная туда все поняли ну и все ему так вот потом позвонили папе папа мы отмазываем ваню ваня не едет потом позвонили печки лавочки печки лавочки чпдл спешит на помощь посидите сутки пожалуйста я уже не в грибах я уже где-то сейчас уже где-то с горки на мопеде спускаюсь а и ванне позвонили ваня ну ваня про мопед не знаю ваня счастливый да я беру там если мы заселимся безлимит говорю пять часов будем кататься по всем разным пять часов будешь по всем разным горкам говорю завтрак включен он все я может еще проситься с последнего урока вот прошусь и давай полетели какие тут могут быть боровики мы едем в аквапарк вот представьте если мы убрали вот эти гривы все я вот на этом месте взял бы наложил бы целую корзину и поехали бы уже домой нормально пару штук и корзина была вы это съедобный гриб ежик ежовик как его называют так чистится мы пробовали их кушать очень темные получается плотные ну не первой категории гриб конечно но съедобный не первой категории гриб а а а а а а а а а Все на одном месте Польский Всегда замечал, что под осинами зеленки такие не ярко-зеленого, не сочного цвета Такая совсем другая, но зеленка Опять маховик А вот и мой беленький Сегодня сказал, что последний раз ем с загревами в этом году А как мы можем последний раз ем с не только вылазить? Посмотрите, какие маленькие рыжечки Только-только начали вылазить Если так посудить, то ни одного старика даже здесь нету у нас Молодежь одна Ах ты мой Царь гриб Еще масленку на подвращение срежем Все Конечно, можно было бы еще полазить и найти по полному кошку Но у нас еще очень много дел, вот столько много дел Поехали домой Судно у тебя А чистить тогда ты будешь Не, мы с тобой вчера же договаривались, что женскую работу ты делаешь, мужскую или я А где-то написано, что женская? Вот напишите в комментариях, чистить грибы это женская или мужская Хватит, что я уже рыбу чищу постоянно Да? Да Кстати, у тебя кошек легче, поэтому ты точно чистишь Ой, не сочиняю же Намного легче Не, это прикол Гриб растет, ну вот метра нету от машины Вот Мой масленка сбил Ну вот еще, смотрите Его маслята Прям возле машины растут А мы ходим далеко и ищем, да? Не надо никуда ходить Ну мы сегодня набрали просто элитных грибов И кстати, не знаю, почему у нас замерзшая вода была Я ни одного перемерзшего гриба не видел То ли у нас там холоднее То ли они здесь под бугорками То ли потому что в металлической бадье она была замерзшая Не знаю Или я просто еще хочу за грибами приехать еще пару раз Ищу повод Я не знаю 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 Думаю Думаю, после зерна Точно не сдохнет Делка, давай копыта тебя обрежем Ты не дай подойти Вот смотри какой-то у тебя белка Покажи свои копыта Вот это здоровая просто Ооо Она уже ходить не может на эту копыту Давай, может, ее положим? А, немного стрессой ссовать будет Постоишь Доживай-ка Ну, если будешь убедать, то положу тебя Ооо Тут так тупец какой копытого Надюшина тебе такой трассоша Уже ходить не можешь Стоит, а каждое копыто обрежем тебе сейчас Может быть, лучше Булькой перекусит Найда порадуется Не хочешь нормально? Будет по-плохому Оп И лежать Поняла меня? Все, лежай Все, Белочка, полежи Лежи Страшно, что стало и что было, да? Сейчас, Белочка Как ты вообще ходила Это как-то мягче, да? Да Задние все И Булька поела Давай, передние 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 Намного в лучшем состоянии, Белка Задние у тебя уже плоскостопие А ты хотел, она была стоять, тогда не завалили бы Последние Такое ощущение, как будто и щекотно, да? Обалдей Все, Белка Что Что Бульки вкусно, да? Чипсы Кто вечно ходила, тут по хутору кричит, несмеши мои копыта, да? Ты, конечно, извини, девчонка, но мы тебя подковывать не будем Иди без подков Вперед Гулять О Давай, ну-ка, покажи Совсем другая походка стала О Можешь не благодарить Молока дашь, кружку и все Тимка, а можешь сегодня сделать капусту квашеную? Какую квашеную капусту? Такую, пятиминутку, как я делала, помнишь? А, так это самая моя любимая капуста из всех Давай, делаю Кому тыку, Белка? Стои БЕАААААА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok не мелочила да ну почищу телевую пока ты это пока ты там по крошишь ношу эти хозяин что хочу ты хозяин не нравится боровички полностью целые все грибы на три части этот супчик она варим или нажарим это закатаем зеленки и замаринуем рыжики давим чеснок ты дашь этот рецепт описание очень надо да я уже надо да может квашеная полезнее но это капуста вот это вот так по такому рецепту быстрее делается раза и вкуснее намного 2 до час 2 и уже можно кушать чеснок получается литр воды кипяченой охлажденной и потом сахар соль уксус подсолнечное масло все и уже через два часа можно кушать вкуснятину при вкуснятину ну рыжиков уже вторая миска чистится рыжиков больше всего нашли зелена поменьше от тех обычных и вообще мало осталось перемешать подождать два часика и съесть и даже вот эти длинные сюда помещаются и все в гараже у меня есть мебель я пришел сюда каждую удочку перебрал починил хотя ни разу такого не было да да у нас никогда дома нет времени мы приезжаем на рыбалку все удочки разобраны одна на то и закидываем по одной или сразу мастерил но на рыбалке больше времени свободного чем-то чем дома поэтому дома если туда если вы жил в квартире то можете ребирал выходил гараж но все равно все равно правда приятно красиво видно что есть я сейчас пересмотрел удочки оказывается мы оставили когда ездили на припять там какие-то удочки потому что тут много не хватает мы наверное самые лучшие с собой брали на волгу а на припяти стали похуже не так было через повесим сеть это только чуть-чуть наших удочек это не влезла на скат крыши еще пару штук вот сюда ну все друзья все удочки которые у нас были на хуторе все повесили сколько то 4 14 штучек 14 штучек еще крепление на 3 было у нас у нас еще где-то 10 есть примерно на припяти и мебель есть все слазим сейчас поедем на учебу за ваней и не заезжая домой сразу же в минск в аквапарк и поэтому давайте сейчас распакуем посылку пришла она из города витебска от татьяны я помню татьяна подписчица нашей наверно примерно полгода она как только всего лишь подписчица но она от начала до конца все наших 700 чем-то серий пересмотрела залпом написала за пару месяцев тысячи комментариев мы отправили сувенир и я так понимаю что это в знак благодарности за наши нашу кружку наверно она говорит я вам тоже что-то хочу отправить ну вот давайте посмотрим что здесь будет такое интересно что это каштаны какие-то фаля тебе цветов надо под это здравствуйте ребят я обратил внимание что вашим огородника кажется не хватает кое-каких цветочков вот я и решила это справить ну и немножко сладенького удачи вам будешь счастливы спасибо за такие прекрасные фильмы черный шоколад президент 85 процентов как а мы такой любим этого не аленка и что это за цветочки а почему написали какие цветочки интересно да ну вот еще какие-то луковицы тут разные потом вырастет марихуана вот именно я и не хватало да все спасибо спасибо большое поехали поехали с подели от альфа банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями выбирайте магазины на поделит точка ру а и 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 м и и и и peace ты Смотри, какие там горки. Там на пятом этаже сядем, по улице проедем и на первом выедем. Класс. Слушай, это не у тебя... Я уже хочу покататься. Это не у тебя классное день рождения, это у нас с мамой классное твое день рождения. Четовый, пятнадцатый, да? На вкус. О, не хочу. Он сам вверху. Короче, получается. У нас 401 номер. Вот это вот чип от номера. А вот поэтому мы заходим в аквапарк без лимит. То есть мы можем сегодня купаться сколько хочешь и завтра купаться. Но завтра 12 веселений, поэтому завтра до 12 купаемся. И завтра... Завтрак сказали с 8 до 11. То есть завтра в 8-9. Позавтракаем и пойдем. Пошли у нас посмотрим, как наш номер будет. Саму интересную. Вот. Много большого. Так, вот это вот. Смотрите, пойдем в аквапарк. Ну вот такой вот номер. Ваня, тебе сейчас принесут горничное дополнительное белье. И тебе разглаживается, и ты здесь будешь жить. Вот это твоя комната. С телевизором. А у нас с мамой спальня. Что это с аквапарком без лимитом. С тренажерным залом. И еще и с завтраком. То это, наверное, нормально, да? Да. Ну что, кушаем и переодеваемся в аквапарк. Мы же все-таки не ночевать туда приехали в аквапарк. Класс. Нормально нюхать у тебя? Класс, да? Хорошо, что ты нас с мамой пригласил. Получается, в одной комнате телевизор. В другой комнате телевизор. В одной комнате кондиционер. И в другой комнате кондиционер. Вот такой ванник с мраморной плитой. Хоть и гостиница три звезды, но вот такое дорогое белье сатиновое. Как и все дорогие гостиницы. Сейчас мы встанем и будем здесь заснен. Вот тут меню еще есть, получается, шампанское, арахис. Получается, вот эта вода идет бесплатно. А вот тут вот есть барчик. Я сейчас туда свою положу. И вот это уже все за денежки. Водка, виски, соки, шампанское, арахис, колы. Это как при выселении проверят. Ты, Валентина, главное, не трогай здесь ничего, пожалуйста. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Салатик с языком. Крутая. Мы решили поужинать в 6 часов, чтобы потом на ночь в 10 часов не кушать вообще. Смотрите, ладно, брещан нету, но тут номера все российские. Приезжают с Россией сюда отдохнуть. Давай, пока сядешь, пока будешь ехать, забудешь, куда ехал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Иду один, одна иду с компанией. Посещение автоклозоны, абонементы гостиницы. Абонементы гостиницы. Я свой сюда положил. Ты можешь тоже сюда? Ты мой, у тебя по детскому брусету надо в один ловить. Вот, еле пихнул. Оп! 2833 человек уже. Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, but in circulation. One step better into the fall. Стены полностью из соли. Кальдариум, 45% жары и влажность 98%. Тут в кальдариуме это то же самое, что в турецком хамаме, да? Может даже там еще и жарче еще. Тут вообще слабо, да? Слабо. Так тут всего лишь 37 градусов. Ну, все-таки, да? Брестка лучше. Пока что Брестка лучше. Но вообще, это самая лучшая вторая серия, я думаю, в споплодинах. Брестка лучше. Так что, национальный бар. Делаются поиски,ынтенки. Который versuchen Eric в главе нечто устойчивое. Вместо вaku, это намент курс. Я вот у меня был готов. Я прямо исключен как Поплаков, работающий, долг выброс. Да, вполне 계ним. Субтитры делал DimaTorzok Все здесь Половина сахар, половина нерусский Все здесь Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok с утра опять в аквапарк 9 часов утра посмотрите какая темнота единственный минус это что видимо большие выходные приехал много россиян и поэтому очень много людей что в ресторане что в аквапарке надо сюда в будни и мы вчера спускались по всем этим горкам и красной и бордовой и розовой и вообще не ощущается что на улице все супер но вот розовая она почему-то сделана из металла и когда едешь по воде то нормально ну куда чуть-чуть боком долга от металла холод идет а так а те пластиковые кстати написано что ловля рыбы запрещена а насчет уток ничего не сказано ой так они такие большие вон плавает его видно вот где вот там опять не вижу опять не видно да он как-то углубляется они уже ждут видишь здесь постоянно им видно кушать дают хлебушек кидают ну да точно смотрел не то знали бы мы да что здесь такое мы хлебушка взяли бы в столовой и удочки и удочки и удочки удоч Native и удочки работа Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 безопасность он всегда опять же когда берет мужчина особенно на белорусский мужчина он когда не по песку ездят там где ездит велосипед 10 обычных скутеров везде поедет у нас нет таких песок песок песчаник это будет либо грунтовка либо проверка правильно но у нас мы живем в лесу лес 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 да да или они если хочешь вот вообще мало докладывать надо будет вот такой конечно быстрее я вам давайте я вам чуть-чуть продемонстрирую чуть-чуть буквально вы мне скажите вот он включается у него сразу выгоряются ходовые огни и включается чтобы поехать вот он стоит на паркинге он просто так не поедет чтобы поехать вы выжали тормоз отразился у вас как на машине все вот ваши руки и вот вас ручка газа когда мы поворачиваем но если я поверну медленно естественно медленно он достаточно поэтому вот вы видите как он работает ну выдернулись меньше я думаю ты думал уже будет лоп-лоп да достаточно такие информативные задние у него еще более информативные если отъеду посмотрите хорошие стопы сзади загорается и как мазка цепка лежит ну это макия полноценный сюда наверное знаки цепляют все смотрите на сегодня регистрации не подлежит но если введут регистрацию полноценный у нас есть полный пакет документов который позволит его безболезненно за ним хорошо по сути мы даем все что у нас есть у него вот это центральная подножка когда ставите на центральную и вот он стоит есть у него еще дополнительно вот если это на твердой поверхности можно ставить на боковую на грунт и на есть внезать на ясном сигнализации функцию блокировки электромотора это кнопочка сдачу у нас иди о это кнопочка кнопочка сдачи на сигнализацию а если его сейчас начать катить он начнет пещать и блокирует электромотор есть кнопка снятия сигнализация и сигнализация еще присутствует кнопка дистанционного запуска глушения то бишь мы можем его нажать да и завели брелки в кармане и поехать чтобы тут ключи не болтались вот он дистанционно заведен но глушить это тоже 2 ключа замка зажигания 2 брелка сигнализации не ну если бы мне такое дарили до какой цвет определяйся белый красный черный и уезжаем ты уезжаешь до бреста на мотоцикле мы поедем в машине всего неделя с остановками тебе она рада красный не рада все какой ты хочешь такой покупаем все тебе деньги дать берем белый а влезет только в багажник вольгу а что у вас за больно xc60 у него просто вес балансирован внизу до 3 здесь вы видели тут багажник у вас большой батареи сам по себе он нелегкий его загружать конечно поднимать там люди есть главное здесь загрузить а вот сейчас оденем и вы посмотрите что идет подарок к этому агрегату сейчас будет шикарный костюм просто шикарный дождевик шикарный дождь попал до 1 поехал до совершенно вы все правильно видишь даже ноги не намочаться все у них все предусмотрено скажите а запасные какие-то запчасти вот если я вы послезавтра разобью вот вот эту большую вот эту большую часть я буду на сходить с того что вам не надо его разбивать позавтра поездите немного на свадьбе лежит все есть да бывает чего то не есть вот эта крючок лежит задний вот его морда лежит есть у нас там передняя морда в сборе полностью да он должен понять как он едет ну как что нажимает что за все время было в истории когда так разбили в конкретном что пришлось там покупать на самом деле случаи падения были это было но пластик насколько здесь качественный что он не рассыпается ну потертый скрается да но нет такого что знаете как стекло у вас здесь есть индикатор когда заряжается он горит красным когда зарядился горит зеленым заряжается где-то часов 7-8 будет заряжаться полноценно если полностью разведили то есть на ночь каждый раз надо соответственно это в розетку соответственно вот эта часть вот у вас у вас еще здесь есть раз нажатием открылись сюда по-другому не ставите потому что здесь нет направляющие снизу 2 1 сверху направляющие ставили все зарядили лючок это стали закрыли при длительном хранении зимнее хранение если вы не эксплуатируете не ездите это очень важный момент скутер зарядили и вот этот автомат который здесь почему вы стри vorher тебя включаю выключалась его в позицию отключено выключили сейчас выключим сейчас он выключим до тогда не идет разрядка потому что скутер сам по себе сдается на сигнализацию и по цепи сигнализация разражает эти аккумуляторные батареи выключили он их не разбежала при зарядке включили когда ехать опять же включить краткосрочное хранение если вы сегодня зарядили или сегодня катаетесь завтра катаетесь можете этот автомат не выключай ему сдастся на свертвой длительное хранение обязательно зарядили вот это должно быть еще одно свинцовый аккумулятор эксплуатацию работу конечно было бы хорошо чтобы пользовались кажется потому что наши есть клиенты которые поездили уже 15 тысяч километров а есть те которые съездили 200 одинаковые батарейки подсели те кто не ездит у них батарейки деградируют сильнее чем потому что особенно когда оставили включенный автомат оставили под нагрузкой батарейки разряжаются а когда ниже предельного порога разрядились они сфотируются процесс необратим они потом не заряжаются а когда скутер ездит батареи работают заряжается разряжается он работает в идеале все хорошо но как сможешь поехать если хорошо разогнаться то можно съехать что делать есть чуть 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 вынести опа я тут нормально вот здесь это физиологический треск все отлично вся деда шикардос вы за нами можете достать обязательно я его дожму все спасибо вам спасибо днем рождения нет 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 опять же получается ситуация такая вам надо будет на следующем повороте обогнуть это здание и по этой дороге вот по этой дороге вот туда поехать пошло басау гасау мэксау ласау ну да это не крутой ресторан у нас бресте вот нету таких сайгонов а в минске сайгон на сайгоне тут их не знаю тут их десятки у нас ввести почему-то не донят и вот это такая кафешка недорогая кетчуп кетчуп майонезов сколько хочешь давания тебя еще здесь на свете не было мы 17-18 назад еще даже еще еще даже не было сайта автомариновка где машину можно было продавать мы сюда машины пригоняли на рынок на мариновку и на на ждуновича здесь машины каждый свою машину натирал и все продавали стояли и можно было только или в газету объявление давать или в минск приехать был случай что я приехал в минск продавать машину а у меня ее купил брещанин вот и в когда мы телефонами занимались сюда на ждуновичей приезжали и мы всегда в сайгон и вот вот для меня сейчас это такое вкус детства вкус молодости я никогда не пробовал видишь вьетнамцы как-то это сейчас такие скреблюда больше какие то же современные стали хорошо что еще ходовых нет но тогда были в основном все только вьетнамские ты наешься до отвала ну вкусно что-то вкусное да вкусно вкус слышишь королева давай есть сказал а может и нету мммм как вкусно быстро ешь и сказал ладно баня забирай ешь свинину а это макароны вот это тебе нравится но свинина вообще такая тает во рту да вот это басау смотрите вот всегда когда-то раньше ел посмотрите вот эти штучки какой-то проросшие на ходу рис пророщенный да реально вкус детства и вот за все это 43 белорусские очень дорого до самого греха мы уже не ездили когда знаете что сказали приходите к нам и со мы идем 310 километров и мы дома доволен лучи теперь ваня ты понял почему в минск поехали в аквапарк потому что в бресте таких мотоциклов не продают мы как шпионы я вообще не знала ну зато убили три зайца его достать потому что он стакан килограмм весит а чё это такое это не хуторской транспорт я не понял тут должна быть тележка а не мопед согласен но тоже нормальная ерунда такая как его тут не погнуть только бы слышишь но сейчас давайте вы там двое а я здесь буду и здесь иди вот здесь поднимай ваня спереди а мы с юрой сзади давая ты схватился теперь поднимаем вверх вверх да 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 тяжелый да да вообще майка это ты будешь так вот гонять закручивай а так ты ванька еще не ездил это сюда туда мы наверно тебе даже на хутор будем приезжать теперь на мотороллере тебя в обратную сторону до нас не знаю у вас транспорта сейчас много тачка электрическая но мопед машины в сушу хоть велосипеды я сейчас не разбираюсь как на нем ехать вперед пока я поехал прошу делать надо давай заводить сигналка все все поехал от у тебя паркин снимай с паркинга вот паркинг вот она снимается тихонько ты не спеши нормальная скорость будет ты же вообще без шума но сзади те на хутор так подъедет юра не вообще нормально уехал а он знаешь как с тем мучился с тем бензином то заливала я отсюда чё так далеко от мы все хотим же ты сегодня опять шлифовал везде целый день целый день мне кажется тебе даже какие-то глаза впавшие животные у меня уже все запилки в глазах можно прокатиться пожалуйста можно я просто сел и и и тихонечко поехал вот так вот ух ты я не буду я боюсь этих скоростей он мягкий видишь как мягко идет да ну слышишь покочка уху нанесется я вам скажу конец но тут пока что путаю педали направиться тут такая скорость что чтоушетить зеркала не держаться их на ямках выкручивать надо хорошо закрутить их Я тебе скажу, я даже не ожидал, что он такой классный будет. Юра? Твоя очередь газовать. Я не знаю, я даже не знаю, рисковать мне или нет. На. Да я, ну, я не хочу, я его выможу сейчас все. Так, тут пленки, подожди, Юра, Юра, твоя очередь, и давай, и давай. Едем сюда. Только сильно не газует, то испугаешься. Давай. Он из-за того, что едет безвычно, что кажется, что какая-то игрушка, как будто дикки сразу сбежались. Посмотри, что это за игрушка такая, да? Он нормально валит, слышишь? Реально? Не хочу, не хочу, слышишь? Сейчас он поедет уже на свой хутор, да? Угу. 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 Ванька, ну как? Очень классно. Так ты все-таки скажи, чем ты больше доволен? Аквапарком или мотороллером? Мопедом. Мопедом. Мопедом? Класс. Ванька, ну ты просто, я не знаю, будешь к гонщикам. А пока, подожди. Нам надо научиться еще ставить его вот так вот. Сильнее толкает. А, все. Вот так. Все. Как тут синализация есть. Уже можно будет в магазин ездить за хлебушком. Ну. Да, надолго хватает входов. На 50. Ну, то есть, кобри туда и назад точно хватит. Ну, что там? Ну, ноги, но ноги не поднимает. Он не поднимает ноги на всякий случай. Думает, ну, нафиг, если буду... Если буду падать, то я буду держать ногами. Ну, ему нужно научиться. Разворот. Ты еще знаешь, когда вот разворачиваешься, ты невольно чуть-чуть вот так вот подгазовываешь. И кажется, хочется маленький радиус взять. А получается, что ты газуешь и большой делаешь. Ванька. А? А тот старый мопед, что подарил Сергей. Завезем. Он, помнишь, он говорил, 5 поколений детей на нем ездило. Завезем ему назад, он еще шестое проедет. Он обслужит его еще кому-нибудь, это, кто-нибудь поедет на их улице. Завезем назад тут мопед? Завезем. Вот ты слышишь, стоял черный, красный и белый. Валя говорит, я бы черный выбрал, а я говорю, я бы красный. А Ваня взял белый выбрал. А там еще был баклажан цвет где-то, ну, где-то в гараже. Ну, баклажан, это вообще модный цвет, все считается. Ладаси задам баклажан. Ну что, Ваня, продаешь? Продаешь? Кого? Нет. Ну, за белым цветом надо будет тебе уже ухаживать. Тормоза, смотри, как ты слышишь только этого. Да. Классно. Ну, ты теперь проедешь папу и конец кину. Вперед. Давай. Валентина. А если я не смогу? Сможешь. Я уже могу ехать, да? Да. Останавливаться ноги есть. Останавливаться есть передние тормоза и задние. аккуратненько много не газует походу слышали когда в аквапарте возили катались все и на твоем опеде будут все кататься пошли чай пить я хочу хоть немножко уже там не знаю перекусить можешь давай 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 быстрее газой газой максимум но мягенько идет вообще не чувствуешь эти все вот неровности надо категория а.м. регистрировать пока что не обязательно в гаи можно так ездить ну может к и будущем но он как 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 моделька такой мотоциклик на 17 лет самое то ваня пока про прав не будет а ваня так себя ваня даже не подпрыгивал до потолка потому что у нас такой спокойный что у него такие эмоции мы же его обманули ну мы не сказали куда мы мы шли в кафе в сайгон идем а там все колеса велосипеды я могу его я вот те ради рождения говорю по выбирай любой он все равно думал что шутка ну дима всегда шутит а уже когда я уже говорю а как уже когда валя деньги достала начали платить что вы серьезно а перед этим знаешь еще шутили ваня можете машину вот это джили купить знаешь я на последнего не верю он даже он даже может сейчас думает наверно вера сейчас видео закончится заберут мой мопед когда было много мопедов то обычный невзрачный а когда он остался один на хуторе то вроде бы даже и красавчик мопедов Ир, ты вот как совершенно постороннее лицо, да, хотел спросить, вот купил костюм специально в аэропорт и вот вчера такое пятно поставил, это что значит? Я не знаю, что-то видно, от Зинки набрался где-то чего-то, то есть он тихонечко сказал, что я свинья, ты должен был сказать, значит в следующем ролике будешь чем-то отбеливать, понятно, тебе надо было подговариваться с тобой, ну ты достал, блин, в общем, друзья, день рождения прошло просто, ну в десяточку, тебе все понравилось и мне понравилось твой день рождения, мне кажется, больше отдыхал, чем я, ну да, отдохнули, спасибо тебе, Ванюш, ну все, друзья, все, все счастливы, всем до свидания, пока всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok